Приветствую всех на нашей беседке. Тема сегодняшней беседки будет посвящена законам притяжения. Мне написала недавно, надеюсь меня слышно, Мария, если я не ошибаюсь, комментарий, где она пишет, Элень, хочу узнать ваше мнение про закон притяжения, что мы своими мыслями притягиваем события в свою жизнь. И если вы смотрели фильм «Секрет», что вы про него думаете? Фильм «Секрет» я уже говорила в прямом эфире, что я смотрела его мельком, и по-моему, 97-й это был год, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, потому что это было где-то в 90-х годах, когда вышла книга «Секрет». И как только она вышла у нас здесь в Греции, я сразу ее купила, была такая заворожена этой книгой, и мне она очень понравилась. Поэтому фильм я как-то мельком посмотрела, и в принципе я всегда предпочитаю читать книги, потому что фильм иногда в пересказе, либо даже если это документальный фильм, все равно немножко по-другому подается подача информации, чем в книге. Но тогда книга, я помню, на меня очень сильно повлияла. И это имеет как раз и отношение к закону притяжения. Если честно, я ее не перечитывала и не пересматривала фильм с того времени. Поэтому я не помню, если честно, о чем там шла речь. Но что касается закона притяжения, можем ли мы притягивать события в свою жизнь, да не только события людей, существует ли этот закон, то я могу сказать, что да, существует. И он работает. И здесь нет никакого такого волшебства, никакой такой магии. В чем заключается речь? Дело в том, что абсолютно все, что находится в нашем материальном мире, в материи, оно вибрирует. Вот точно так же, как и излучает энергию, точно так же абсолютно все, то есть наша материя, она живая, в том числе и мы, и абсолютно все вибрирует. И вот эти вибрации, это могут быть и предметы, могут излучать, да, люди могут излучать эти вибрации. У каждого, как бы, знаете, такие достаточно интересные понятия, но простыми словами попробую объяснить. Вибрации, которые соответствуют каждому предмету материи, они как раз-таки и показывают форму данного предмета. Ну вот приведу пример, чтобы вам было понятно. Допустим, мы возьмем камень. Вот у камня, у каждого камня, у него своя будет вибрация. И из-за того, как оно будет, как этот камень будет вибрировать, понятно, что это камень. Если, например, песок, у него будут свои вибрации. И, то есть, первично идут вот эти вот вибрации, и они создают ту или иную форму. То, чем наполнение всегда одно, это энергия, энергия духа. А вот то, что вибрирует, да, это вот как некое такое ДНК, то, что мы говорим. Оно и создает форму того или иного предмета. Точно так же и человек. У каждого человека своя вибрация, да. Это вот как свой такой запах. И этот запах, либо эти вибрации, они и определяют тот или иной предмет, либо того или иного человека. И в зависимости от того, какой закон существует в данный момент, мы либо притягиваем друг к другу, я имею в виду людей, либо отталкиваем друг от друга. И здесь получается такой момент, когда человек... Боже, как впервые, мне так сложно объяснить эти понятия. Когда у человека, мы говорим про настроение, да, что такое настроение. Это наши внутренние вибрации. У нас, у каждого, да, когда мы просыпаемся, могут видоизменяться наши настроения. И наши вибрации могут так же видоизменяться, как в музыке. Эта нота может быть высокая, либо она может быть низкая. То есть не сама нота, а звучание. В зависимости от того, какой ключ будет стоять в педаграмме. То есть если это будет, там, я не знаю, ключ-соль, то нота, например, она будет звучать по... Ну, будет иметь одно звучание. Если это, например, ключ-фа, то та же самая нота, она будет звучать по-другому. Вот это вот звучание, оно примерно такое же, как и у человека. То есть если настроение хорошее, да, у нас будут вибрации достаточно высокие. Если настроение немножечко упадшее, да, то есть как вот этот музыкальный ключ, то и вибрации у нас будет низкие. И в зависимости от того, в каких вибрациях мы находимся, в каких энергиях, по образу и подобию, мы притягиваем нечто аналогичное. Поэтому, как правило, если мы говорим, например, про знакомство людей, например, мужчины и женщины, то мы встречаемся чаще всего на основе своих каких-то травм. То есть когда у нас есть какая-то непроработанная травма, мы знакомимся с людьми, у которых есть нечто аналогичное, нечто схожее. Какая-то травма аналогичная нашей, то есть энергия аналогичная нашим. Они могут отличаться, конечно же, но что-то общее всегда у нас есть. Причем я вспомнила сейчас, недавно я слышала об одном научном эксперименте, где говорилось о том, что если запах, то есть мужчина и женщина находят друг друга по запаху, скорее всего, женщина выбирает себе своего партнера именно по запаху, неосознанно. То есть не то, что мы подходим и говорим, давай я тебя понюхаю. Вот когда запахи отличаются, то есть женский запах отличается от мужского, идет некое такое притяжение. То есть нам этот партнер найдется. Ну то есть пример, выстроились там в шеренгу 5-10 мужчин, мужчин, и вот женщина из всех выбирает не столь по внешности, сколько невербально по запаху. Почему? Потому что с точки зрения, опять-таки, наших инстинктов и природы, получается так, что если запахи противоположны друг к другу, то есть они по сути не созвучны, то здесь может быть хорошее потомство, то есть дети будут рождаться здоровыми. А если есть схожесть запахов, например, женский запах очень похож с мужским запахом, то здесь потомство может быть нездоровым, и поэтому мы не будем обращать внимание на этих мужчин. То есть, опять-таки, я не говорю про вербалику, это невербально, мы это не замечаем, но это, то есть наши органы восприятия, они получают такую информацию и обрабатывают мозг. Мозг мы это не осознаем по запахам. Но вот нам кажется, что вот этот человек для нас пахнет приятно. То есть вот это вот приятно, это значит, что у него свой запах, это не в плане того, что он воняет, а в плане того, что у него есть свой запах естественный, природный, который он вырабатывает, и он отличающий от нас. И тем самым мы притягиваемся для того, чтобы воссоздать потомство. То есть такой закон выживания. А когда мы притягиваемся, например, с человеком, помимо запаха, мы созвучны, мы звучим. То есть это, например, как в оркестре, да, когда начинают рассаживать людей музыкальными органами, да, разными. То есть есть определенное место, где будут сидеть, например, скрипки, где будет сидеть там контрабас, либо там, где будет сидеть саксофон. То есть их не садятся они где попало. У каждого есть свое место, потому что у них есть свое особое звучание. И для того, чтобы это все было гармонично, каждый должен рассаживаться по своим местам. Поэтому здесь закон притяжения, он действительно существует. И это связано, как раз вот если вы понаблюдаете, посмотрите в течение дня, если у вас хорошее настроение, вы будете улыбаться, вы будете радоваться, идти по улице, и будете замечать людей, аналогичных вам. То есть те, которые тоже радуются, либо что-то хорошее, что-то позитивное. Бывают такие дни, когда мы говорим, ой, все вот прям как по маслу идет. Везде все успею, со всеми договорюсь. А бывают дни, когда вообще ничего не работает, как будто бы. Везде все опаздываю, отказывают в подписи документов, где-то нагрубят, где-то нахамят, потому что у нас энергии упали, вибрации наши, и мы начинаем замечать. То есть вот этот закон притяжения, это то, что мы визуально видим, и мы говорим, мы это замечаем. Я помню, где-то у меня есть беседка, где я говорила про то, что много-много лет хожу в один и тот же супермаркет в нашем районе, покупала примерно одни и те же макароны, и никогда в жизни не обращала на макароны, которые сделаны из чечевицы. Они вот лежали вот так вот рядом, и я никогда не видела. Когда был период в моей жизни, и я занималась правильным питанием, и мне нужны были вот именно макароны, сделанные из чечевицы, я их осознанно искала. То есть мои вибрации, они звучали на уровне вот этого именно запроса. То есть мой мозг, отдавая в пространство импульсы на поиск того, что мне необходимо, я осознанно концентрировалась на том, что мне это нужно найти, я должна это заметь. И я была очень удивлена, когда я пошла, значит, в отдел с макаронами, смотрю, и вот прям рядом, где я раньше брала макароны, лежали те макароны, которые мне нужны. Я была удивлена, для меня это было открытием. То есть как так столько лет хожу, и я это не видела, потому что у меня не было такого запроса, у меня не было вот этих вот вибраций в этом направлении. Как только я переключила свое внимание, я это сразу заметила. Как раз таки вот в этом, это был ролик беседки, я не помню, там как раз таки про иллюзию, я говорила о том, что мир настолько разнообразен, но мы видим только конкретные вещи, те, на которых мы сконцентрированы, либо те, которые созвучны нашим вибрациям. Поэтому особенно даже в плане взаимоотношений, до тех пор, пока мы свои вибрации не изменим, не изменим, мы не сможем притянуть того человека, которого мы желаем. Допустим, мы хотим принять по себе партнера, который будет брать за нас ответственность, будет нас уважать и так далее. Пока мы эти качества в себе не выработаем, пока мы не научимся звучать на этих вибрациях, мы просто такого человека не заметим. И это и называется, что мы не сможем притянуть его в свою жизнь, потому что у нас нету таких качеств, мы его не будем замечать. То есть даже если появится такой человек, мы все равно будем видеть в нем что-то другое, не то, что нам нужно. И вот в этом удивительный наш мир, говорящий о разнообразии, но мы видим очень малую часть того, что есть на самом деле. И как правило, то, что видим, оно еще и искажено обработкой информации нашего мозга, потому что в большей степени мы что-то дорисовываем на основе нашего воспитания, опыта, прошлого убеждения, ценностей и так далее. И это, кажется, показывает то, что на одну вещь люди могут смотреть по-разному. Кто-то заметит что-то одно, кто-то заметит что-то другое, хотя предмет, он по сути, остается одним и тем же. Только для кого-то восприятие вибрации, например, смотришь на картину, кто-то в этой картине, то есть картина – это реальность, это факт. Смотришь на картину, восприятие этой картины, оно иллюзорное, потому что кто-то увидит в нем красоту, а кто-то увидит безобразие. А все зависит от тех вибраций, в которых мы наполнены. Поэтому подытоживаю и скажу, существует ли закон притяжения? Да, существует. Можем ли мы своими мыслями притягивать в свою жизнь? Здесь нужно что-либо, здесь нужно понимать, что такое мысли. Есть мысли, которые порождаем мы, а есть мысли, которые мы притягиваем к себе. Так вот, те мысли, которые мы притягиваем к себе, они как раз-таки притягиваются по нашим вот этим вибрациям, по нашему внутреннему состоянию. То есть когда нам на душе хорошо, светло, мы притягиваем такие позитивные мысли, и тем самым наш позитив увеличивается в жизни. Если мы это делаем осознанно, то есть ставим себе специально задачу и каждый день ищем что-то позитивное, то, что люди называют аффирмациями. Сначала идет некое, если мы не привыкли к этому, идет некая такая борьба, несогласие, но с долгими-долгими повторами и осознанными тренировками, то, конечно, мы можем воссоздавать, то есть притягивать в свою жизнь то, что мы хотим. То есть здесь идет обучение. Наш мозг, он некий такой магнит. Поэтому мы притягиваем в свою жизнь те мысли, которые будут созвучены нашему состоянию. Ну, вы это видели неоднократно. Когда не очень-то хорошо на душе, всегда почему-то вспоминается все самое плохое. И мысли, которые мы притягиваем, они реально приходят в нашу жизнь. Вот. Надеюсь, вы этого хотели услышать. Ну, я имею в виду этот ответ. Если да, то я очень рада. Если нет, можете уточнить. И я в комментариях вам подкорректирую этот ваш вопрос или мой ответ. На этом я с вами прощаюсь. Благодарю вас за то, что вы смотрите меня и комментируете. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока.